Не каждый человек может сказать, что у него три дня рождения. Да, это, конечно, уже перебор, но что поделать? Так уж случилось в моей жизни, сам я такого не планировал. Первый раз мне чудом удалось выжить во время первой чеченской кампании. Я, молодой офицер, попал туда, даже сам толком не зная, куда нас отправляют. После тяжелейшего ранения в госпитале шансов на выздоровление врачи практически не давали. Но мой молодой организм взял свое, и к величайшей радости моей матери я вернулся домой. Матушке моей понадобилось много сил и здоровья, чтобы поставить меня на ноги. Возможно, именно это и подкосило ее здоровье и укоротило жизнь. После долгой реабилитации я все-таки вернулся к нормальной и полноценной жизни. А вот многие мои товарищи так и не смогли. Я уже не говорю о тех, кого мы навсегда потеряли. Вечная им память. А вот покалеченных физически и психологически я встречал в те времена много. И меня это очень сильно беспокоило. Я видел, что надеяться на помощь государства многим из них не приходится. Либо ожидание помощи затягивалось на долгие годы. А людям нужны были протезы, инвалидные коляски, дорогостоящие лекарства для полноценного существования. Понятно, что стране в то время тоже было тяжело. Государство только начинало выкарабкиваться из безработицы и нищеты. В эти самые времена мне чудом удалось наладить свой бизнес. Появились заказы, я даже набрал небольшую бригаду работников. За короткий срок мое предприятие стало приносить прибыль. Для тех времен это было скорее исключение, чем правило. Не давало мне покоя только то, что многие мои товарищи так и оставались до сих пор без помощи государства и были оставлены наедине со своими проблемами. И вот я решил сам помогать своим друзьям, взвалить все заботы о своих покалеченных сослуживцах на свои плечи. Прикинув все за и против, я взял в одном небольшом коммерческом банке кредит на очень выгодных условиях. Бизнес мой шел в гору, и я был уверен в своих силах, считая, что никаких проблем с выплатами по кредиту не будет. На эти деньги я купил несколько колясок для тех, кто был обездвижен, заказал изготовление нескольких протезов, оплатил путевки в санатории на реабилитацию, закупил дорогостоящие импортные лекарства. Какое-то время мне действительно удавалось вовремя погашать выплаты по кредиту. Но времена меняются, и в какой-то момент что-то пошло не так. Бизнес мой начал рушиться, и я оказался неплатежеспособным. Через пару месяцев меня уже трясли кредиторы. Никакие объяснения и просьбы дать отсрочку по платежам не действовали. Меня поставили на счетчик. Мама моей к тому времени уже не было, и мне пришлось продать квартиру. Но этой суммы было недостаточно, чтобы покрыть долги по кредиту, процентам и штрафам. Мне грозила расправа. Нужно было что-то делать. И вот один из моих знакомых предложил спрятаться на время у его родственника, где-то в глухой тайге. Дядя Аркадий был егерем и жил в лесу, вдали от деревень. Из леса выходил только по большой надобности. Сотовой связи тогда еще не было в таком виде, как сейчас. Наверное, мой знакомый как-то уж очень хорошо отзывался обо мне в письме, потому что из мрачного и сурового лесника Аркадий превратился в доброго и приветливого человека, готового помочь мне во всем. Оказалось, что у Аркадия Валерьяновича жил раненый медвежонок. Он потерял мать, и егерь нашел малыша в лесу совсем истощенным. Мы стали вместе с егерем ухаживать за диким зверем, лечить, кормить и очень привязались к сирате. Малыш рос очень быстро, вес набирал не по дням, а по часам, и уже через несколько месяцев был довольно крупным молодым медведем. Пока медвежонок был маленький, то везде ходил за мной, как ручной, и за грибами, и за ягодами, да и просто по тайге погулять. Первое время он любил лежать у меня на коленях. Дядя Аркадий смеялся, глядя на нас. Ты сильно к зверю то не привязывайся, а то уедешь, а мне потом что с ним делать. На зиму медведь залег в спячку, а в апреле пришел отъедаться после зимы. Не забыл, значит, своих друзей, заключил дядя Аркадий. А я радовался. К лету он окончательно отелся, нагулял веса и стал похож на настоящего взрослого зверя. А в конце августа меня нашли мои кредиторы. В этот самый момент ни Аркадия Валерьяновича, ни медведя рядом с избушкой не было. Егерь ушел на дальний участок по делам, а медведь где-то промышлял в тайге. Я сразу понял, что они приехали меня убивать, взять с меня все равно было нечего. Избивали они меня долго и жестоко. Сперва я как мог пытался дать отпор, ведь я все-таки в прошлом военный офицер и просто так отдавать свою жизнь не собирался, но силы были неравны. Я не знаю, почему они меня просто не пристрелили. Видимо, это было слишком просто и безболезненно. Нужно было меня по максимуму измучить. Потом мое бездыханное тело оттащили подальше от избушки, скинули в неглубокую яму, на дне которой валялись ветки, старые корни и закопали. «Собачья смерть», — сказал главный амбал и плюнул на мою свежую могилу. «Через сколько я очнулся, не знаю. Сверху куча веток и листвы. Сильно болела спина. Пошевелив ногами и руками, я понял, что живой. Но как выбираться? Я же заживо похоронен в тайге. Спасло меня только то, что ветки и корни образовали под толщей земли пустоту, и у меня была возможность дышать. А еще кредиторы, будучи в полной уверенности, что я мертв, не сильно постарались засыпать мою могилу. Видимо, решили, что и так сойдет. Вдруг я услышал прямо над собой какое-то сопение. Это был медведь. Точно он. Подумал я и стал звать его на помощь, и попытался пошевелиться в своей могиле. Медведь почуял меня и стал раскапывать мое пристанище. Он яростно рыл землю, а потом также островенело вытаскивал из ямы ветки и коряги. Через некоторое время мне удалось выбраться из могилы. Вот так я родился на свет еще раз. Медведь, увидев, что я жив, развернулся и ушел в лес. На следующий день в избушку вернулся дядя Аркадий. В тайге он наткнулся на лагерь моих убийц. Проверять, что там в лагере, он не решился, и так было все понятно. Медведь нашел их и пришел мстить за своего друга. Он рвал их на части и в живых никого не оставил. Теперь никто не знал, где я. Мои кредиторы считали меня умершим. Я остался жить в тайге еще на несколько лет. И только когда до меня дошли сведения, что ни того самого банка, ни тех, кому я задолжал, больше нет, я вернулся в свой родной город. Хотя с тех пор все больше скучаю по своим тайжным друзьям и всерьез подумываю вернуться в те края насовсем. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.